Вот эта работа называется «Мы русские, какой восторг!» Вы посмотрите, как гордо шагает Суворов по поверженным знаменам врагов и даже не обращает внимания на человека, который преподносит на подушечке ключ. Эта картина – часть выставки для патриотов Анатолия Попова. Экспозиция мобильная. Например, на установку этой, состоящей из семи работ, ушло около восьми минут. Стараюсь молодым людям показать вживую, не на телефоне, а вживую, что есть жизнь, есть картины. И мои картины посвящены истории нашего Отечества. Хочу, чтобы они знали историю Отечества и любили свое Отечество. Анатолий Попов – один из тех, кто решил рассказать о своем проекте в первый день очередного этапа премии «Наш» в Подмосковье. Он стартовал в муниципалитетах региона 14 августа и будет проходить в течение четырех дней. За это время презентовать себя должны все соискатели, а их в Одинцовском районе больше 1400. Никаких оценок на такие выезды не носят. Это лишь просто некое подтверждение авторства, что действительно существует такой проект, что его подал именно обязательно житель нашего региона, имеющий постоянную или временную регистрацию на территории Подмосковья. Константин Орлов из Кубинки в этом году представляет проект «Школа молодого сержанта». Говорит, сложнее всего было решиться на участие в премии. Хотя и презентация – дело волнительное. Мандраж был, конечно, определенный в начале, а потом как-то посидел, послушал. Все мы люди, все волнуются. Тем более, что мы же как бы выполнили свою задачу. Мы создали школу, мы воспитываем будущих сержантов. То есть как бы нам волноваться особо не о чем. У нас все идет своим чередом. Презентация проектов – это второй этап премии «Наше Подмосковье». Первый – подача заявок. В Одинцовском районе работали 23 пункта, на которых сторонники партии «Единая Россия» оказывали необходимую помощь тем, кто решил побороться за вознаграждение. Мы их консультируем на предмет того, что нужно было во время загрузки проектов «Наше Подмосковье». Оказывали всяческую помощь. И подбори фотографий, и информационного повода, и выбирали тематику. 23 пункта очень работали активно. В каждом сельском поселении был приемный пункт. Рассказать о своем проекте можно в свободной форме. Но представители совета по присуждению премии настоятельно рекомендуются искателям не забывать про регламент. Три минуты. Акцентировать свое выступление на основных моментах. Это как давно реализуется проект, чего удалось достичь, что впереди, какие планы, на какие денежные средства или какие ресурсы были потрачены, за счет чего, личных средств или спонсорской помощи. Собственно говоря, основные моменты – это именно это. Презентации проектов в актовом зале районной администрации будут идти до 18 августа, включительно с 10 до 18 часов. Тем, кто в эти дни находится, например, в отпуске, отчаиваться не стоит. Они смогут заявить о себе в сентябре в Доме правительства Московской области. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».